Встречи с жителями в формате выездной администрации проходят по всему городскому округу. На этот раз она состоялась в поселке Малаховка. На вопросы совместно с профильными заместителями и представителями управляющих компаний отвечала и глава Люберец Владимир Волков. Какие вопросы задавали жители, расскажем в сюжете. На встрече в формате выездной администрации представители всех сверхжизнедеятельности округа. Наталья Давыдова, председатель Санта-Долина. Ее обращение связано с установкой освещения вдоль дороги, пролегающей через лес. У нас дорога проходит с улицы Лорха до трех СНТ. Надежда, Березка и Долина. Транспорт ездит, люди ходят пешком в темноте. И получается, что, ну не дай бог, кто-то кого-то берет. Нету тротуаров. То есть мы этот вопрос тоже обсуждали. У нас от света зависит. Если будет свет, значит будет ходить общественный транспорт. До конца этого года освещение было, как вы и обещали. Там же освещение нужно столбы тянуть у нас. Там около полутора миллионов сметал, оказывается. Уже не такие деньги. Но я, Владимир, сказал, что будем разбираться. Настатя Михайлович, подойдем сейчас вместе? Задать вопросы можно и лично главе. Одно из обращений, которое рассмотрел Владимир Волков, связано с водоснабжением дома 44 на Быковском шоссе. Во многих квартирах на протяжении полугода слабый напор горячей воды. Сейчас ваш дом запишем, но я сам на контроль возьму. Мы разберемся, почему, с чем связано. Скорее всего, трубы забиты. В каком году постройки дома? 1978. 1978. Трубы, если они забиты, либо они нарушены, какая-то система подачи воды, по щелчку пальца не ремонтируется. Для этого нужно обследовать, составить проект, поднести в ремонт. Также жители волновали вопросы содержания многоквартирных домов, работы управляющих компаний и дальнейшего развития территорий. Все обращения взяты в работу.